Доброе утро! Я бы даже сказала, доброе раннее-раннее утро, время. Кому не спится в 5 утра, тот попадёт на эфир, на психологическую тему с Юлианной. Тема про эмоции. Эмоции, про позволение проявлять свои эмоции. И это всё идёт из нашего детства, из нашего воспитания, потому что, особенно девочек, воспитывали так, что ты же должна быть хорошей девочкой. Не смей проявлять свои эмоции. Кроме того, что нельзя плакать и так далее, любые эмоции проявлять. Но быть злой – это значит быть плохой. А если ты плохая, то что? Вот, девчонки, кто зашёл уже на эфир. Если вы плохая, то что? Какие последствия для человека, ну, для девочки, давайте рассматривать. Если вы проявляете злость, значит, ты плохая, то тогда что? Что может случиться с этим ребёнком? Как вы думаете? Напишите. Кого воспитали тоже хорошей девочкой, кто и сейчас продолжает оставаться ей быть и несёт психологические потери. Потому что это всегда потери, когда мы не проявляемся. Это всегда блоки в теле. Это всегда отражение на здоровье, на женской репродуктивной сфере. Доброе утро. Доброе утро, девчонки. Вопрос к вам в аудитории, кто уже присоединился. Если вы проявились как-то, и вам говорят, вот ты плохая, ты злая. Что ты такая злая? Или что ты такая недобрая? Или там просто вот что-то такая плохая. По сути, нам, когда предъявляют претензию относительно наших эмоций, нас обвиняют в том, что мы плохие. Да, согласны со мной? И что вот, почему люди боятся быть плохими для кого-то в чьих-то глазах? Почему? Почему это так страшно? Как у вас мнение? Мне просто интересно, совпадает ли наше мнение. И я вам расскажу, откуда родился вот этот эфир, про эмоции и про проявление себя небелой и пушистой. Есть версии. Почему людям страшно быть плохими в глазах других людей? Самооценка снижается сразу. Ну, это тоже есть. Ну, допустим, пойдем дальше. Что дальше? Снизилась самооценка. Вот вы себя приняли плохой и не знаете. Не знаете, окей. Давайте пойдем дальше. Я начну тогда с предыстории. Сейчас утром открыла YouTube свой комментарий. И под одним из видео комментарий. А вы походу злая. Про консультанта. Фу. Фу. То есть мне говорят, ты плохая. Да, вот этим комментариям. И нельзя быть злой. Сразу скажу о том, что когда мы видим, осадок будет в душе долго. Ну и что, о чем это будет говорить? Почему страшен вот этот осадок? Чем он для человека чреват? Дальше пройдите по вот этой вот. Ну, у меня осадок. И что? Пройдите дальше. Пишите свои размышления. И когда мы в другом человеке видим какие-то качества, которые нас цепляют, и, ну, как бы мы про него думаем, например, она злая. Это в то же время, ну, то есть, помните, да, правило. Правило трех пальцев. Одним пальцем ты показываешь на другого человека, говоришь, ты злой или злая. Но три пальца вот эти, они показывают на себя, да, понимаете? Они вот, они показывают на себя. О чем это говорит? Что это и про меня, что не только ты злая, но я тоже злая, однако я не позволяю этим своим качествам проявляться. Это про тему тени. Вот знаете, слышали такой термин «теневые качества человека». Это то, что в нас есть, но так глубоко запрятано, что мы это и не осознаем, первое. А второе, еще и не позволяем этому проявляться. И вот качество злости, умение злиться, эмоция злости, она есть у всех стопроцентно. Злость, гнев, радость, смех, грусть, печаль и так далее. Все эмоции, они в каждом человеке присутствуют. Кто-то, у кого-то что-то доминирует, кто-то больше в негативных эмоциях находится, кто-то больше в позитивных. Каждый выбирает сам. Но если нас в ком-то, в другом человеке что-то цепляет, просто поверните это на себя и подумайте про себя. А где я не позволяю себе проявить свою злость? Почему я это прекрасно знаю? Потому что я всю свою сознательную, полусознательную, бессознательную жизнь, вот до последних буквально нескольких лет, я не понимала своих эмоций, я не позволяла им проявляться, я их блокировала в себе. И это отразилось не только на моей личной жизни, но и на состоянии здоровья. Вот что самое-то опасное. Проявлять свои эмоции нужно, нельзя держать в себе, пишет Гуль. Нужно, но мы боимся, мы боимся проявить злость. И вот, например, что касается вот этого комментария, вы злая относительно какого-то консультанта. Я не помню, про что я говорила там в этом эфире. Могу предположить, потому что это часто случается, что консультанты совершенно там сторонние, их у меня тысячи подписчиков, они просят меня личного совета, провести им личную консультацию относительно того или иного средства по использованию. Меня это очень удивляет, потому что я такой же консультант, как и вы, и вы имеете такой же доступ к информации, как и я. Но, однако, вы хотите использовать интеллект, время, эмоции, другого совершенно незнакомого человека, использовать почему-то. У меня, поверьте, есть своя жизнь, есть своя команда, есть кому отдать своё время, свои эмоции и знания в первую очередь. То, чем я делюсь, то, что я отдаю на своём канале в открытом доступе, этого вот так много, что люди даже не удосуживаются зайти и уже в открытом доступе найти информацию. Ну, не суть сейчас вот не об этом вопрос, а об эмоциях, да, то есть, ну, какой-то ответ я говорила, видимо, там, про консультанта. И одной из девушек и зрителей это не понравилось. Одной, там, на десятки комментариев под этим видео, одной, то есть, это цепануло одного человека, у которого эта эмоция есть, но в теневой сфере, и она не позволяет себе её проявлять. Понимаете, о чём я говорю? Если понимаете, поставьте плюсики. Если, как бы, впервые с этим сталкиваетесь и не совсем понятно, напишите минус. Меня сейчас, как бы, такие, как бы, это более того, вот этот комментарий, кроме всего прочего, кроме того, что он говорит о том человеке, который пишет, это ещё о личности, стремящейся к манипуляции другими людьми, потому что критические комментарии – это всегда манипуляция, чтобы вогнать человека, которому вы пишете, в чувство вины. Ты плохая, осуждение, и человек должен исправиться, должен стать хорошим, чтобы его, вот, как бы, приняли в стаю и приняли все остальные. И я отвечаю, да, я не белая и пушистая. И я этим сейчас своим состоянием очень горжусь, потому что это моё достижение, что я не позволяю собой пользоваться налево и направо. Мне тогда не хватит никаких жизненных ресурсов. И я буду отстаивать свои личные границы, мягко ли, зло ли, по-всякому. Что только одной девушке понятно, о чём я говорю, только один человек плюсики написал. Ну, кто-то ещё, да, только-только присоединился. Если кому-то ещё понятно, поставьте плюсики. Если непонятно, поставьте минусики. Это про личные границы. И я готова их отстаивать в разной форме. Я готова проявлять свои эмоции, такие, какие они у меня есть, без стремления их скрыть и припорошить сахарком. Плюсики. У многих людей проблемы с границами. Давайте вот я тоже в очередной раз вас призову к тому, чтобы говорить от личности, от себя лично, от своего лица. Не надо про многих людей. Не надо. Зачем вы всё в одну кучу? Вы про себя говорите. У вас есть проблемы с личными границами? Тогда да. Если вы эту тему проработали, и вы уже отстаиваете их, но не позволяете это. У меня много эфиров есть про личные границы. Я привожу свои личные жизненные примеры. Посмотрите, кому это... О, ну вот, всё, плюсиков много пошло. Здорово. У меня много эфиров прямо, потому что ситуации случаются где-то просто на улице, где-то... Сейчас я вам расскажу ещё одно. В общем, про манипуляцию, введение в чувство вины и про проявление эмоций. Вот я сказала, в принципе, всё, что думаю. Я буду проявляться так, как я считаю нужным. Нравится это кому-то, не нравится, отзывается, не отзывается, цепляет, не цепляет. Если, говорит, вас что-то цепляет, значит, из вас что-то торчит. Да? То есть есть вот какой-то там крючочек, за который вас цепляют эти эмоции. Что же было? А, у меня идёт ремонт в новой квартире. Это тоже про личные границы, про непозволение вестись с собой, другим людям неподобающим образом. Рассказать? Рассказать, потому что, ну, это же сплошь и рядом. Сфера услуг. Это нечто. Это нечто. Я была просто в гневе, в злости, и я позволила себе просто поорать. Я вообще не скандальный человек. Но вот я была готова так отстоять свои границы, и я потребовала компенсацию. Да, рассказать. Смотрите, потому что, ну, это может случиться вообще в любой ситуации, если вас не устраивает. Мне должны были приехать делать натяжные потолки. Договорились на определённый день. Менеджер мне сказала, что ждать с 10 до 12. Я говорю, да можно как-то поточнее, потому что я там не нахожусь, квартира в состоянии ремонта, как бы поточнее по времени, чтобы я туда подъехала. Мне ещё ехать через весь город. Хорошо, она очень мила, очень так доброжелательна, прям вот журчит. Окей, накануне следующего дня, заранее, я вечером ещё часов 8 прямо перезвонила, говорю, всё ли у нас по плану. Вы сказали с 10 до 12. Она, да-да, всё, как мы договорились, и всё, да. Мастера будут. Окей. Я говорю, вы скажите им, пожалуйста, чтобы они где-то минут за 40 хотя бы мне позвонили, вот там с 10 до 12 минут за 40, чтобы я успела доехать. Время 10, время 11, время 12, тишина. Никакого звонка. Вначале первое я набираю менеджера, говорю, как и что она. Да-да, мастера собирают, они выгружают товар, и они к вам приедут. Да, они вам позвонят. А я, проблема в чём? Я же тоже на работе, у меня какие-то встречи, если мне выделили время с 10 до 12, я уже распланировала весь остальной день, и я нервничаю, что мне надо будет переносить мои встречи рабочие. Ну, насколько это затянется, я не имею возможности как бы пребывать там сутками, да, с мастерами. Ну, и нет в этом никакой необходимости, потому что вот это вот всё, они там сверлят, долбят и так далее. Мне зачем там находиться? Поэтому я её тормошила. Время час, время два, время к трём. Я, по-моему, ещё в два часа звонила, как и что. Она, да-да, мастера грузятся, там большая машина. Думаю, что там за большая машина? Там уже вагон можно было разгрузить с 10 утра. Время три, начало четвёртого. Я звоню, и я уже в полном негодовании. Я просто очень громко говорила, мягко говоря. Я просто орала, вот честно. И сейчас вам ещё расскажу про эффект бумеранга. Именно слово орала. Бумерангом ко мне тоже вернулась. Я говорю, да что это такое? Я вас специально спрашивала, просила, чтобы мне заранее и так далее. Вы молчите, мастера не звонят. Это что вообще за контора? Я требую компенсацию. В таком случае компенсация в нашей компании не предусмотрена. Я говорю, значит, надо пересмотреть ваши правила. Я требую компенсацию. И мы с ней прям... И она меня перебивает, она мне старается что-то донести, а я не хочу её слушать. Мне уже всё вот выше крыши стресса. Я говорю, дайте мне договорить. В итоге она замолчала. Я говорю, вот так, и вот так, и вот так. Вы просто неправы. Вася, ты неправ. Она говорит, я тогда сейчас позвоню начальнику, и мы как бы сейчас переведу вас на начальника. Я говорю, да, давайте мне начальника. Идёт время, минут 10 прошло. Я понимаю, что они там совещаются. Она мне перезванивает. И таким же милым, спокойным, тихим голосом, такая умница. А она говорит, мы посовещались, и мы даём вам компенсацию на выбор. Там или люстру вам установить бесплатно, там или ещё что-то она там предложила. Ну, я за 10 минут уже успокоилась. Я высказала всё, что я хотела. И, в общем, я говорю, хорошо. Я принимаю компенсацию. И она мне говорит, так вам сегодня высылать мастеров? Я говорю, ну вы вообще. Я говорю, вы хотите вообще весь день меня просто перечеркнуть? Ещё и сегодня мне не прислать мастеров. Она, ну ладно, хорошо, всё, сейчас вам мастер позвонит. И вообще, господи. У меня просто предыдущие, вот кто делали мне потолки, это было, ну просто, я теперь понимаю, как это было идеально. Вот и до. От начала до кончала. Ну, то, что вместо одного дня он делал потолки, в итоге вот это два с половиной дня. И на второй день он после обеда почему-то просто ушёл. Ну, в общем, странная компания, по всему прочему. Они, как всегда, в своём репертуаре. Ну, вот у меня был другой репертуар по предыдущим потолкам, поэтому я была так удивлена, поэтому меня вот это так разозлило. Ну и вот, в общем, я вытребовала компенсацию. Я про то, что, если вас не устраивает ваши услуги, можно спокойно, можно вот скандалом, можно вот как вам откликается, проявляйтесь так, как хотите. Вот я проявилась так, как я никогда в жизни не проявлялась, но меня это выбесило вот на 150 процентов. Я позволила этому быть. Без чувства вины. Вот совершенно. Я нисколько не жалею. И пусть это тоже будет для кого-то урок. Но так нельзя с людьми. Я говорю, вы понимаете, я тоже человек бизнеса, и мне важно моё время. Вот. И то, что он там не убрал за собой свои даже там, ну, это было нечто. Эти мастера ещё, я им, кстати, ещё напишу про то, как этот мастер там чисто бытовые моменты вот за собой. Это воспитание, это гигиена, это... У меня не поддаётся это описание, даже не хочу говорить об этом. Вот. И прилетает бумерангом мне ответ на мою вот эту реакцию на следующий же день. Сейчас Вселенная работает очень быстро, и уроки прилетают, и я благодарю свою дочь, что она мне это подсветила, этот урок, потому что я сама не отдуплила. На следующий день мне звонит администратор из гостиницы, в которой мы снимаем офис. Я рассказывала, что я забыла ключи в Нижнем Новгороде, в номере отеля, и взяла запасной ключ на ресепшн от нашего офиса. Там есть у них все ключи от офисов, ну, от номеров. Я взяла у неё, как бы, на время, я говорю, пока мне перешлют мою связку, я им попользуюсь. Она что-то там в суматохе, и как бы, ну, я думала, ну, я попользуюсь, ну, сколько там, неделю. Что мне туда-сюда, этот ключ, я же не гость отеля, что мне его туда-сюда сдавать? Там ушла, пришла, взяла ключ, как бы, ну, сейчас же в отелях такие ключи везде, их никто не сдаёт. А тут он такой, на бирочке. И вот, ну, прошла где-то, ну, это прошло дня три после того, как я взяла его там на ресепшн, и звонит эта девушка-менеджер с ресепшн и орёт. И орёт. Так же, как я орала, она мне так же орёт. Что? Вы взяли ключ! Почему вы не вернули? Я пришла, я стучала, вас не было, надо вернуть ключ, а вдруг пожар, а вдруг это-друг это. И она вот этим, да-да-да-да-да-да. Я говорю, подождите, я же вам объяснила ситуацию, я жду просто ключи, когда мне перешлют. Она не даёт мне сказать, кидает трубку, но, но я человек прокачанный, и это тоже, как бы, нарушение моих личных границ. Это, то есть сейчас ещё история с потолками ещё завершится, девочки. Сейчас вам рассказываю всю вот эту вот ступенчатость. Я звоню, там есть начальник службы безопасности, который тоже с персоналом работает в отеле, где у меня офис. Я ему звоню, говорю, вы знаете, Александр Борисович, ну вот как бы так и так, я всё понимаю, я виновата. Я недопоняла, как бы, менеджера, ну вот такая вот такая ситуация с ключами. Я недопоняла, и я вот им пользовалась три дня, как бы, не сдавала его, но девушка в недоступном формате со мной общалась, просто так орала на меня. Я просто, как бы, это непозволительно, как-то, то сё. Говорит, я разберусь. Я пришла в отель, я сходила, сделала дубликат ключа. Вот это, ходить, брать ключ на ресепшн, открывать офис, вот это не для меня. Я сходила, заплатила ещё раз деньги за дубликат ключа, потому что тот я делала дубликат, мы сами себе делали дубликаты для офиса, это, ну, порядка 300 рублей. сделала дубликат, подхожу, отдаю ей ключ, говорю, простите, что, как бы, я вас недопоняла, извините. Она, ну, ничего, она уже прям, вот прям, очаровательная, милая девушка. Говорит, ну, ничего страшного, она говорит, ничего страшного, как бы, ну, вы подходите, берите ключ, и как бы, всё нормально. Окей. И я, а мне дочь говорит, я ей рассказываю, вот одну ситуацию и другую ситуацию. Она говорит, а ты не видишь в этом закономерности? Как бы, ты там поорала, и тебе прилетело, тебе поорали. Я говорю, точно, зеркалочка, отлично. И я звоню в эту компанию потолков, и этой девушке, менеджеру, говорю, извините, что я вчера вот так повысила голос, но вот такая ситуация, просто, просто, когда срываются планы, это, ну, вот так она, это вы нас извините, конечно, это недопустимо, всего вам доброго и так далее. Вот. И вот таким образом, даже проявив свои эмоции, можно потом это всё завершить полюбовно. Ни у кого, я, вот у меня не остаётся ни чувства вины, ни чувства должествования там перед кем-то. то есть мы расстались прямо вот и там мило, и тут мило, и мы спокойно, когда мы извиняемся там даже за проявленные эмоции, ну, я не помню, чтобы я в том видео прям как-то проявила злость, прям вот злость, но я говорю, что да, я уже не белая и пушистая, и не обязана ею быть. Я человек живой, эмоциональный, испытывающий разные эмоции, имею право их проявлять вот так, как я считаю это возможным и нужным. Вот такой у меня сегодня, девчонки, эфир. Может быть, кому-то это будет, вот, можете написать, что вы думаете по этому поводу. Были ли у вас в жизни такие ситуации, когда вам хотелось проявиться, дала бы там, даже так, даже так, и злость такая бывает, что, ну просто, это невероятно. И я вам, как человек, изучающий психосоматику, могу сказать, знаете, какой рецепт. Пока пишите, пока пишите, что были ли у вас такие случаи, что думаете. Если у вас был вот такой момент, когда вы думаете, вот надо было вот так вот, надо было вот так сказать, надо было вот так сделать, вернитесь мысленно в ту ситуацию, прям вот окунитесь так красочно туда, прочувствуйте, вот ощутите где-то, где в теле, где у вас дискомфорт, может мурашки какие-то пойдут, или температурно, как-то вы, ну, то есть вы как-то тело отреагирует, и вы поймёте, что вы там, вы вернулись в эту ситуацию эмоционально, и сделайте там то, что вы хотели бы сделать уже, вот, ну вот тогда, что вам хотелось, как вам проявиться, поорать, побить там, хоть отпинать, вот что угодно, сделайте это там, закройте этот, как можно, модно сейчас говорить, закрыть гештальт, и я вас уверяю, что что-то в вашем теле после этого распакуется, вы вдохнёте и скажете, фу, слава Богу, слава Богу, я завершила эту ситуацию, их у нас в жизни очень много, вот в чём дело-то, их много, где мы кому-то что-то не сказали, кто-то нас обидел, оскорбил, а мы просто от неожиданности не нашлись, что сказать, у меня много таких ситуаций в жизни, я помню их все, потому что это было неожиданно, это было больно психологически, и я никак на это не отреагировал, это было, ну как бы, я это проживала вот у себя только внутри, вот пишет, кто у нас, у меня сердцебиение сильное, всё внутри переношу, да, да, вот позвольте погрузиться в эту ситуацию, пускай даже сердце сейчас побьётся, но когда вы это проживёте, так как вы считаете это нужным для себя, во благо себе, вы исцелитесь, вы исцелите эту ситуацию, и вы исцелите где-то вот что-то у себя в теле, это может быть в мышцах, это может быть где-то точка в сердце, в печени, там в желчном пузыре, в почках и так далее, мы не знаем, это может где-то в суставе быть, если там самообесценивание произошло из-за того, что кто-то уронил вашу самооценку, вы позволили это, точнее, никто не роняет, только мы можем это сами себе позволить, другим людям позволять это делать, если наша самооценка не крепка, вот мою самооценку, например, этот комментарий вот совершенно не подорвет, вот совершенно, очень полезная информация, но во благо, мои дорогие, спасибо большое, во благо, я почему, вот даже вот в несколько нездоровом состоянии я решила выйти в эфир, потому что я прочитала этот комментарий, у меня родилось, как бы, мысли пошли, слова пошли, и я понимаю, что вот этот отклик, он будет у очень многих, потому что мы все с вами тонкие, ранимые натуры, мы очень чуткие, чувствительные, нас так легко ранить, так легко обидеть, кому сейчас тяжело в эфире, я прям вот чувствую ком у кого-то в горле, и если это оставлять в себе, ну, вы рискуете своим здоровьем просто, и учитесь, вот смотрите мои видео про личные границы, у меня там в плейлисте лайфстайл, или просто на канале набирайте личные границы, и там вот, я не знаю, что 10, наверное, уже видео есть, посмотрите их, я рассказываю примеры, и рассказываю, по сути, инструменты, которыми вы можете пользоваться в своей жизни, мне они очень помогают, и меня они, ну, просто спасают сейчас психологически, сколько я, ну, в жизни, вот, в личных там отношениях перенесла, просто, я думаю, боже мой, ну, почему же я не делала вот так тогда, ну, не было вот этой стержни вот этого внутреннего, так воспитали, хорошая должна была быть, хорошей женой, хорошей дочерью, хорошей мамой, невесткой, там, свекровью, вот свекровью я была уже такой более осознанной, поэтому у нас сейчас с невесткой очень гармоничные отношения, именно потому, потому что я такая прокаченная в сфере личных границ, и она прокаченная, и мы продолжаем качаться и качать друг друга, ну, просто круто, то, что мы с дочерью друг друга вот поддерживаем, помогаем, и вот с любовью вот это все делаем, это тоже прям, прям подарок судьбы, который мы заслужили, вы заслуживаете быть уважаемыми, вот я считаю, вот что-то, ситуация про потолки, да, это проявление неуважения, неуважения к клиенту, который вам деньги дает, причем, ну, прикинула, такие, ну, приличные деньги вообще-то, за, как бы, за, там, день работы, очень приличные деньги, это неуважение, как в том, я вспоминаю, у кого, у Пушкина, да, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог, это про уважение, личные границы, это про уважение, про самоуважение, в первую очередь, как бы, уважайте себя, любите себя, остальные подтянутся. Спасибо вам за внимание, я рада, что вам было полезно. Если будут вопросы, пишите в комментариях под видео, договорились?